В конференции приняло участие около 150 студентов старших курсов технологической академии. Молодые люди узнали о том, как можно стать участником программы, какие практические знания входят в образовательный курс и на какие формы поддержки может рассчитывать каждый, кто решился стать независимым и успешным. Напомним, в республиканской целевой программе «Содействие занятости молодежи и молодежному предпринимательству» в КЧР на 2011-2013 годы, в этом году примет непосредственно участие 5000 молодых людей, проживающих в Карачаево-Черкесии. 350 из них пройдет специализированный образовательный курс по основам успешного ведения бизнеса. По итогам 2011 года будет отобрано 100 лучших бизнес-проектов. Это будет профильное обучение, тренинговое, на котором молодые люди получат недостающие компетенции и знания по открытию своего бизнеса. Период реализации программы еженедельно, ежедневно будут организованы встречи с успешными предпринимателями, которые уже добились чего-то, которые могут поделиться своим опытом. Это и ассоциация молодых предпринимателей, это и гильдия предпринимателей. То есть вот такая комплексная, совместная, масштабная работа, которая сейчас осуществляется в республике и по развитию молодежного предпринимательства. И мы делаем на нее большую ставку. Будущих молодых предпринимателей в рамках конференции обучали и консультировали привлеченные эксперты из Всероссийского фонда «Национальные перспективы». По их мнению, при создании бизнес-проектов необходимо уделить особое внимание сельскому хозяйству, поскольку в нашем регионе условия для развития этой отрасли самые оптимальные. Нам нужны инновации, то есть резкое повышение производительности труда в низкотехнологичных, в среднетехнологичных сферах. Скажем, вот то же самое сельское хозяйство можно продолжать выращивать, как при прадедушке, крутить хвоста быку, который весит 350 килограмм, и считать, что это бык. А можно понимать, что 350 для быка не вес, а нормальный бычок после откорма весит 700. Причем при почти том же количестве корма, просто за счет правильного выбора породы. И так далее, и так далее. Вот это, на мой взгляд, важно, что не вообще сельское хозяйство, а высокопродуктивное сельское хозяйство. Кроме того, было отмечено, что у молодых людей нашей республики намного больше шансов стать победителями, чем у ребят из других регионов. Если в Карачаево-Черкесии на один грант претендуют 4 студента, то в других субъектах России конкурс составляет 1 в 15. Студентов осведомили о программах поддержки и развития малого бизнеса с использованием различных видов коммуникаций. Организаторы конференции «Молодежный деловой старт» планируют увеличение числа молодых людей, которые станут участниками программы за счет участия в форумах, открытых лекциях, за счет создания собственного бизнеса или трудоустройства на временную или постоянную работу. Надо донести молодежи основные моменты проектного мышления, бизнес-планирования. И в итоге победителем станет около 100 человек, но главная победа заключается в том, что несколько тысяч человек, несколько десятков тысяч людей, молодых людей, научатся проектному мышлению. Принять решение заняться бизнесом нелегко. Большинство так никогда и не пробует, хотя мысли об этом посещают хотя бы раз в жизни каждого. Сегодня у молодых людей есть беспрецедентная возможность решиться и сделать шаг навстречу своим идеям и в безопасных условиях обучения попробовать свои силы. Оксана Качкарова, Миха Каракелян. Итоги недели.